Возвращаемся к человеку. Смотрим, какие проблемы возникают с нашим конструктором. А дело в том, что примерно четверть миллиарда лет, 250 миллионов лет, эволюция оттачивала. Вот такой вариант сбоку тела. На самом деле, заготовка его здесь. Позвоночник вдоль тела. К позвоночнику крепятся две пары конечностей. Вот, две пары. К передней части позвоночника приделана мощная колобка, внутри которой находится расширение нервной трубки в лобной мозг. И здесь же сидят органы измельчитель и пищи. Называться от хозяйства будет череп и нижняя челюсть. Кстати, неплохо с самого начала запомнить, что нижняя челюсть к черепу не относится. Это единственная кость, которая в голове подвижно соединена. А вот кости черепа подвижно соединены, а не шванишные. Поэтому вот это у нас череп, а вот это нижняя челюсть. Кстати, у любого нормального зверя. А черт, у нормального зверя. Какой отдел черепа крупнее, причем во много раз крупнее. Мозговой или челюстной? Мозговой. Конечно, челюстной. Голова в первую очередь для того, чтобы жевать. А вовсе не для того, чтобы думать. И вот давайте посмотрим. Обещанные варианты игры, особенности нашего варианта сборки тела. Так, дело в том, что 5 миллионов лет назад одна из группы приманок, ну по какой причине, честно говорить, не будем, хотя эта вообще история почти детективная. Важен результат. Начал. Пошла в группу опортунистов, нарушителей. Нарушила вот эту отлично отлаженную тетрахобную схему. Еще раз говорю, 250 миллионов лет. Естественно, отбор шлифовал, чтобы эта схема работала нормально. А 5 миллионов лет назад наши прямые предприятия взяли и выполнились. Руки теперь у нас освобождены от функции передвижения. Передвижение только на двух ногах. Ну, вроде бы, ура, произошел наш человеческий облик. Вроде бы, ага, ура. Сейчас смотрим, к чему привело. Ну, во-первых, если бы такое положение не давало целого ряда преимуществ при освоении святая питания, оно бы, конечно, просто не наследовалось. Преимущества, разумеется, были. Преимущества важнейшие. Смотрим сразу, какая печалька возникает в шейфу. Смотрите, в этой исходной конструкции позвоночник как идет? Параллельно земле или перпендикулярно? Параллельно земле. И пробуем приставить к такому черепу вертикальный позвоночник. Смотрим, что получаем нормальные сильные челюсти, а вот большое затолочное отверстие. Где череп? Вот она, точка связи черепа с первым позвонком. У всех нормальных квадроков. Хорошо. Знаем сейчас. Попробуем вставить позвоночник. Сразу окажется, что надо менять направление хода позвоночника. В чем дело? А вот, как вы меняете. А теперь, кто хотя бы слегка проходил фичку, в частности, рычагинку. Какая проблема возникает тут же? Ага. Центр тяжести черепа где-то вот здесь, а точка крепления, причем подвижная точка крепления, вот здесь. Какое положение займет голова? Носом вниз. Можно этому делу противодействовать? По идее, можно. Взять и развить в могучие шейные мышцы вот такие. И постоянно, просто чтобы не клевать носом, все время держать вот такую кучу загребов напряженных состояний. При этом, ребят, что с подвижностью головы сразу произойдет? А потери подвижности, это один из прозвищных против. Тем более для головы. Здесь же главное угоночувствие. Поэтому, как пошла эволюция? Вот сейчас поймете проблему с зубами, мудрости, и вообще масса всяких разных проблем. Значит, слышали вы или нет, что у пятикантропов не было подбородочного выступа. А у современных людей есть подбородочный, вот этот выступающий подбородок. Так. В чем дело? Да не в том, что у нас выдвинулся подбородок. А совершенно в другом. Смотрите, как происходит балансировка черепа. Точка крепления съезжает вот сюда. У нас с вами гигантская затылочная кость. Вот эта кость черепа называется затылочная. Она резко увеличилась в результате вот точек крепления черепа. Вот сюда уехала. Так. А что надо сделать с длиной челюстей? А длина челюстей все время укорачивается. Чем ближе к современному человеку, тем челюсти короче. Вот. Обратите внимание, вот такой череп. А он сбалансирован почти идеально. Он куда-нибудь перевешивает или нет. Но возникает целый ряд проблем. Какие проблемы? А прежде всего с тем, что зубам стало не хватать места. Вообще-то, вот допустим, вы пришли к зубному кольчу, собираетесь корректировать прикус, с чего начнет работу дантиста. Да. Он даст вам пластинку из мягкого пластика, чтобы вы ее прикусили. На этой пластинке отпечатки ваших зубов останутся. Вот эта линия будет называться зубной ряд. У любого нормального зверя зубной ряд имеет вот такую же углу. Ее называют В-образную. Вот здесь передние зубы, они нужны, чтобы отрезать в суд пищи, называются резцы. Вот так по уголкам стоят зубы забержания и разрезания кровеносных сосудов жертвы, клыки. А вот здесь щелчные зубы, зубы, которые нужны для измельчения и перетирания пищи. Коренные зубы. Хорошо, получили. Теперь, мы сокращаем длину челюсти. Менять количество зубов не имеем права. Жесткая программа, она прописана в генах. Количество, сколько было у предков, столько осталось. Как при сокращенной челюсти мы вот эту длину уменьшаем, да? Оставить место для всех зубов. Приводится искривлять форму зубного ряда. У нас с вами не В-образная челюсть, у нас с вами параболическая У-образная челюсть. Вот при таком искривленном зубном ряде, так можно впихнуть зачатки всех зубов. Но все равно самому последнему зачатку места не остается. Вот у вас здесь зубы стоят. Вот эти размещаются более-менее нормально. А вот для этого и для этого места нет. Обратите внимание, они во что будут опираться? А здесь же восходящее место челюсти. Вот это. Это понятно? Сколько раз люди меняют зубы? Два. Второй раз на протезы. Должен вас огорчить. У нас с вами одно, одна смена зубов. Первое поколение зубов как называется? Молочное. Молочное, знают все. А вот сейчас гарантированно все наборы. Как называется вторая смена зубов у второго поколения? Не молочное. Коренные. Ребята, коренные это адрес зуба. Вот зубной ряд, да? Зубы, которые в серединке зубного ряда, как называются? Резцы. Зубы, которые в сторону от резцов, как называются? Плыки. А дальше щечные зубы, которые идут за плыками. Вот это малые коренные, кремоляр. А вот это большие коренные, маляр. Скажите, пожалуйста, при смене зубов. Вот ребенок меняется зубом. У него что, на месте резца будет вырастать маляр? Вот они, коренные зубы. Коренные зубы это описание положения в рамках зубного ряда. А второе поколение называется постоянной зубой. Поскольку они меняться уже не будут. Они на все время. Вопрос, а зачем вообще надо менять зубы? Зачем? Он в человеке череп растет. Правильно, правильно. Вот смотрите. Новорожденное, это инсайд. Кстати, всем понятно, почему новорожденного млекопитающего рождаются без зубов? Почему? Молокоть. Молокоть ее такая. Ну и что, почему без зубов? Мало нее, как маленькая черепа. Наверное, через городские дети. Представьте, что будет с мамой, которая попробует кормить своей молочной железой зубатого ребенка. Идею, понимаете? Поэтому в норме рождения без зуба, после этого, на том этапе, когда можно начинать переходить к каким-либо другим формам питания. Первое поколение зубов прорезает. Классно. На этом этапе. Вот он, размер челюсти у ребенка. У него взяли и прорезли все зубы. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас размер челюсти такой же? Нет. Нет. У вас сейчас, если мы на штабах рисовали, размер челюсти вот такой. Если это остается те же самые зубы, они заняли вот такое занятное положение. Значит, пользоваться таким зубным рядом не очень удобно. Это для того, чтобы скомпенсировать рост челюсти, развивается второе поколение зубов, постоянная зуба. Ну и когда примерному человеку происходит смена зубов? В каком возрасте? Ну, примерно. В 10-6-7. Ну, начинается, первое могут меняться в 5-6-7, ну и последнее где-то в 10-12 должны смениться. На самом деле, темп смены зубов – одна из важных характеристик, показывающих, насколько правильно идет взросление организма. Темп идентификации. Так, хорошо. Все ли зубы у детской фракции сменились и сейчас присутствуют уже в качестве постоянного? Нет. Нет, не все. Нет, не все. У всех, кроме родительской фракции, части зубов нет. Самый последний маляр в ряду не вырос. Почему? Местный момент. Когда начнет организм выращивать последний маляр, а только тогда, когда полностью остановится рост головы, когда организм поймет, что все ждать нечего, голова дальше не увеличится. Такая полная остановочка происходит где-то лет 18-20-25, у барышни пораньше, у мальчуков попозже, и в это время организм похватывается и начинает выталкивать последний маляр. Мало никому не кажется, потому что места для него все равно не хватает. В результате зуб режется, упираясь с одной стороны в соседний маляр, а с другой стороны в челюстные грузи. В половину случаев он режется уже с лукнувшей эмалью. А лукнувшая эмалью что означает? Харис. То есть он сразу видится харис. Звук мудрости. Вот как видите, совершенно неожиданно в нашем теле какие-то вроде бы сугубо человеческие черты, можно как следует понять, только если рассматривать модель сборки. Ровно так же про сложности с родами у людей, про родовые муки, про то, что это вообще страшная, ответственная и очень сложная. Так, слушай, хорошо. Есть ли что-нибудь подобное у остальных тетрах? Ничего подобного. Он сам по-своему говорит. Рожает в середине миграция. Она в этот день прошла 40 километров, остановилась на 40 минут, родила, а на следующий день ее детеныш вместе с мамой пройдет 20 километров. Если он не пройдет, он просто уныл. Потому что все остатки движется, миграцию останавливать нельзя. Значит, мы с вами так совсем не умеем. Причина очень простая. Вот исходная отработанная модель. Так, вот грудная клетка. А вот положение беременной мамы. Внутри тела мамы. В рамках основной модели смотрим, как она расположена. Во-первых, она опирается на мышечную стенку живота. Это мягкий гамак. Плюс, скажем, этот гамак подвешен к позвоночнику. А позвоночник работает, как мобильная рисунка. В результате, как возле небега или прыгут, какой-нибудь жесткий удар неамортизированный, на матку приходится или нет? Нет, двойная амортизация. Ради Бога, бегай до момента проб. Никаких проблем нет. Теперь смотрим. И решили на вертикальное положение тела. И сразу возникает некоторая неприятность. Давайте смотрим. У нас мышечная стенка тела удерживает брюшные органы от движения вниз. То есть, вот эти органы лежат в этом гамаке. Согласны? Силы тяжести действуют параллельно позвоночнику или перпендикулярно? Перпендикулярно. Мы с вами встали. Силы тяжести. Параллельно позвоночнику. Ага. Какое учрявое положение должны занять брюшные органы в нашем с вами вертикальном случае? А есть ли какая-нибудь стенка, которая вот все четверть миллиарда лет формировалась вот с этой стороны? Да нет. Нельзя себе представить, какие силы выталкивали бы брюшные органы в эту сторону, под хвост. Мы просто невозможно себя представить. Классно. А мы встали, куда силы тяжести выталкивают брюшные органы. А ровно туда, под хвост. В результате вот такое красивое положение должны занять органы брюшные. То есть свеситься мешком примерно до колен. Что бы от этого ни происходило, что у наших предков происходит? Разъезжается в сторону кости таза, выдвигается волковое сращение вперед. Зачем? Формируется полка. Вот это полка, на которую опираются органы брюшной полости. Смотри, в чем вы учили, очень нехорошая вещь. При четвероногом положении беременная матка опирается на мягкие гаммы. А при двумогом она что опирается? На кости таза. Теперь, в ноге у нас амортизаторов нет. Если человек просто, я не знаю, резко токнул ногой, удар перенавьется не амортизированно по костям конечностей и приходится на таз. А беременная матка лежит прямо на костях таза. Что дальше? Баба. Внутри утромная травма. Огромная проблема. Дело в том, что при таком компоненте физические усилия на последних месяцах беременности чреваты очень большими неприятностями. И если вы считаете, что ваши бабушки, прабабушки вполне себе пахали на поле, останавливались, рожали ребенка на борозде и дальше шли пахать. Отчасти это правильно, у меня в хорошей жизни делалось. Только скажите, пожалуйста, какой уровень детской смертности в этом режиме у людей будет, если они рожают на поле во время пахта? У вас 8 из 10 детей просто погибнут. Такое произведение по литературе «Капитанская дочка» более старшая. Проходили, Элина? Да. Ага. Сколько у Гринева было, в семье Гринева было детей? Не обращаю внимания. 8. А сколько выжило и осталось, дожило до его возраста? Один. А это дворянская семья, не христианская семья. К слову, ну, кроме всего прочего, есть медицинская статистика, кому не лень, смотрите в уровне смертности уфиксироваться. Так что, идейка, давайте-ка, мы поражаем на скаку, для нашей двумогой конструкции, мягко говоря, не самое лучшее. Так не странно. В эволюции часто так бывает. Минусы оборачиваются плюсами. Если такие большие риски при рождении потомства, это значит, какую ценность имеет каждый родившийся? Большое. Большое. Это значит, что надо делать с заботой о потомстве. Всячески развивать. Вот вы понимаете, это не из-за того, что наши предки были умными и добрыми, а все остальные глупыми и злыми. Это биологическая необходимость. Если бы не возрастала забота о потомстве, двумогая конструкция просто не выживала бы. А для осуществления нормальной заботы о потомстве, средства коммуникации между родителями и детьми должны развиваться. А как вы иначе заботиться будете? Если детеныш не понимает, что с ним делают, а мамы не понимают, что детеныш выжили. А это забот на необходимость развития чего? Речи, языка, дальнейшее развитие коммуникации. Отсюда же повезет дальнейшее усложнение социальной организации и так далее. А как видите, начало на самом деле в анатомической конструкции тела.